1 июня свой праздник отметили маленькие воркутинцы. По традиции на площади Центральной прошли гуляния. О том, как детвора провела этот день, наш сюжет. Конкурс рисунков на асфальте открыл праздник. В этом году его тема «Воркута. Территория детства. Разноцветный детский мир. Любимый уголок в родном городе. Воркута будущего». Номинация этого творческого состязания. Мы рисуем картинки, которые нам больше нравятся. Они осуществляют детство наше. Некоторые сказки, кадры сказок, например, «Алиса в стране чудес». Или каждый, кто хочет, рисует домики, цветочки, всякие животные. Составляет композицию. Буквально за час место, отведенное для творчества, заиграло десятками красок. Серый асфальт превратился в цветное полотно. Обладатели лучших рисунков получили подарки. Первые места в трех номинациях завоевали воспитанники 35, 23 и 42 школ. Подходи, разбирай все игрушки, бесплатно забирай! А эта акция под названием «Праздник детям. Игрушки детям» проходила впервые. К ее проведению организаторы готовились в течение месяца. Собирали игрушки, книжки, чтобы потом подарить малышам. В «Контакте» у нас создана группа «Халява». И организаторы этой группы решили создать такой детский праздник для детей, День защиты детей 1 июня на площади. К сожалению, организаторы этой группы сейчас далеко в отпуске, но мы, последователи, решили все-таки организовать праздник, подарить радость детям. Игрушки, бесплатно все это у нас на площади. Ну, чтобы было всем весело и хорошо. Традиционное украшение праздника – парад колясок. Тыквы, кораблики, цветочки. Над дизайном четырехколесного транспорта малышей трудились их мамы и папы. Мы делали с папой. Ребенок тоже принимал участие. Рассматривал якорь, выбирал, какой якорь мы будем делать, какие окошки рисовать будем. Делали три ночи. Вечером в основном, когда ребенок ложился спать, мы собирали корабль. Помогала крестная мама делать. Она у нас дизайнер. Вот возила такая идея золушки. В День защиты детей открылся сезон летних аттракционов. И пока одни маленькие воркутинцы катались на машинках и вертолетиках, другие проявляли свой талант в рисовании на капоте и прочих частях настоящих автомобилей, которые любезно предоставили представители Федерации автовладельцев России. Завершающим подарком для ребят и их родителей стали выступления творческих коллективов города. Ольга Жижова, Иван Волошин, ТВГ, Воркута.